Здесь два варианта. Один вариант это равнобедренный двухкоугольный круг. Другой вариант это равнобедренный острый угольный. Начнем вот с этого варианта. Поехали. Вот это будет некоторый угол альфа. Это будет угол альфа. Так, ребята, я напишу сюда бета, но на самом деле, конечно, все понимаете, что это такое? Бета это 180 минус 2 альфа. Замечательно. Чего я сейчас хочу? Я хочу рассмотреть такую функцию. Согласны ли вы, что если угол альфа очень маленький, то неправильно называть эту фигуру произвольным треугольником. Хотя, стоп, если я хочу, чтобы он был остроугольный, то бета должен быть на самом деле каким? Меньше 90. Замечательно. То есть 180 минус 2 альфа должно быть меньше, чем 90. Значит, 2 альфа до оборота должно быть больше, чем 90. 2 альфа обязательно больше, чем 45. Ну и давайте уже писать так. Альфа у меня больше, чем 45 градусов, меньше, чем 90 градусов. Замечательно. Теперь понятно, что желательно максимальное отличие альфа от бета. Отлично. Альфа и бета. Кстати, интересно у меня кто больше, альфа или бета? Может быть ситуация, что величина альфа у меня на самом деле окажется меньше, чем бета. Дело в том, что, в принципе, возможно картинка, на которой альфа и бета, они все одинаковые. Поэтому ситуация, когда альфа больше бета, запросто возможная ситуация, когда альфа меньше бета. Слушайте, давайте я возьму модуль разности. Вот здесь вот действительно желательно взять модуль разности. Альфа и бета должны быть достаточно сильно отделены друг от друга. Хорошо. Дальше. Полезно все-таки, чтобы бета не был бы слишком маленьким. Ой, я опять забыл минимум. Ребята, я опять забыл взять минимум. То есть из этих чисел, которые я сейчас буду выписывать, я, конечно, должен брать самое маленькое. Итак, у меня есть величина бета. Я хочу, чтобы она не была слишком маленькой. Хорошо. Теперь следующий вопрос. Хочу ли я отличие альфа от 90 градусов, чтобы было посильнее отличалось, или я не хочу отличие альфа от 90 градусов? Слушайте, а давайте решим два варианта. В одном варианте я напишу, что 90 минус альфа меня величина интересует. А в другом варианте я не напишу. Я же не знаю заранее, что там будет. Итак, решу две задачи. Итак, минимум из чего? Бета минус альфа и бета. Так, скажите, какую величину еще разумно исследовать? На этой картинке отличие от чего еще полезно попросить? Отличие от 2 альфа? Два альфа... А почему 2 альфа? Нормально. Нет, это не в форме треугольника особо отношения не имеет. Нет, ребят, на самом деле, конечно, можно было вот что. Можно было смотреть не на углы, а на длины сторон. И была бы, на самом деле, другая задача. И ее тоже, в общем, вполне можно было бы решить. Я, извините, сейчас не буду это делать. Давайте я только на углах сосредоточусь. Но, в принципе, постановок задачи разных здесь не так мало. Хорошо. Давайте решим эти две задачи. Господа, господа, что я сейчас сделаю? Во-первых, я... Да, я, кстати, забыл здесь написать, что такое бета. Хотя считается, что все уже понимают. Бета это 180 минус 2. Так. Я сейчас сначала для этой задачи нарисую графики этих трех функций в зависимости от величины альфа. Как это делать? Как это делать? А давайте опять то же самое. Я возьму здесь, вот у меня 90 градусов. Здесь будет 45 градусов. Так, 50, так, дальше 60, 70, 80, да? Итак, 50 градусов, 60 градусов, 70 градусов, 80 градусов. Например, так. Теперь надо рассматривать все эти функции. Что давать для начала? Бета это очень легко. 180 минус 2 альфа. Так, господа, я, на самом деле, боюсь, что там где-то есть 180 градусов минус 2 альфа. Хорошо. Это я нарисовал функцию бета, она как-то так идет. Объясняю, почему она так идет. Потому что, когда вместо альфа подставляешь 90, получаешь здесь ноль. Когда вместо альфа подставляешь 45, то получаешь 90. 90 градусов. Я не очень масштабно рисовал, но вот так было круто. Хорошо. Теперь, что такое 90 минус альфа? А это легко. Это вот эта прямая. 90 минус альфа. Теперь самое тяжелое, что такое бета минус альфа. Бета минус альфа, это на самом деле 180 минус 3 альфа. Господа, эта функция равна нулю в точке, где 60 градусов альфа. 90 в 90. Так, где 90, она уже равна 90, но по-моему, потому что, да? Вот. Значит, здесь она вот так вот пойдет. А теперь очень интересный вопрос, куда она пойдет. И в 180. Что? В 180. Так, в 45, она, кстати, равна 45. Так, давайте, как бы, да, вот. Она вот так вот пойдет, ребятки. Вот туда, она пойдет в те же самые 180. А вот теперь из этих трех функций я должен выбрать минимум. Так, давайте, смотрите. Альфа Семенович, надо учесть то, что альфа больше 45. Да, вот здесь. Меня интересует только этот участок, да. Итак, смотрим. Опа. Ребята, а это ужасно. Моя математическая модель оказалась совершенно чудовищной. Смотрите, почему. Потому что максимальная точка у этого графика, она оказалась вот здесь. Соответственно, я в качестве самого произвольного треугольника, ребята, получаю просто ужасно. Я получаю треугольник с такими углами. Альфа 45 градусов. Бета 90 градусов. А знаете почему? Я забыл потребовать, чтобы сильно отличался угол бета от 90 градусов. То есть, отличие альфа от 90, я не забыл, все замечательно. А вот, что бета у меня может оказаться очень близким. Я забыл. Вот видите, как полно. Да, кстати. А вот эта задача, интересно, она может спасти положение или нет? Нет. Тогда нужно просто-напросто рассматривать не такой график, а нужно рассматривать график вот какой. Нужно забыть вот эту линию 90 минус альфа. График у меня будет вот такой тогда, ребята. Вот он пойдет сюда, и он пойдет сюда. Ответ опять вот этот. То есть, здесь изменилось положение, а здесь ответ не изменился. Все. Опять выяснилось, что математическая модель, которую я захотел рассматривать, неадекватную математическую модель самого произвольного равнобедренного остроугольного треугольника, я сейчас хочу посмотреть. Ребята, это хорошо, что я попросил, чтобы бета и альфа отличались. Это хорошо. Хорошо, что я попросил, чтобы бета было немаленьким. Чтобы альфа отличалась от 90 градусов, тоже хорошо. Итак, что принципиально здесь оказалось плохо? Что треугольник, он сейчас прямоугольник, правильно? Нам он не нравится. Это будет просто 2 альфа минус минус. Отлично. Я прямо давайте на этой картинке нарисую. 2 альфа минус 90, когда альфа равно 45, это просто-напросто 0. Вот она, почка 0. Если у меня альфа это 90, то ответ это 90. Вот он, график. Надо посмотреть точки на спич. Надо рассмотреть на те точки, да. Ребята, вот она, вот она штука. Так, так, и так. Вот у меня получился такой график. Все выше можно забыть, уже это неинтересно. Меня интересуют эти две точки. Поехали их считать. Что такое вот эта точка? Это там, где пересекается график. Так, 2 альфа минус 90 с графиком. Так, кто-нибудь помнит, что это было такое? 180. 180 минус 3 альфа, правильно? 2 альфа. 180, нет, 3, ну 3. 180 минус 3 альфа. Так, слушайте, я умею решать. 3 альфа перенес сюда, получил 5 альфа. 90 перенес сюда, получил 270. Получился ответ 54 градуса. Ну, соответственно, бета надо от 180 два раза отнять 54. Бета это 72 градуса. Это вот эта точка. Претендент на самый-самый. Хорошо. Теперь давайте посмотрим, что это за точка. Это тоже претендент. Так, здесь у меня была кривая 90 минус альфа. Хорошо. Так, было 3 альфа минус 180. Это было что? 3 альфа минус 180. 3 альфа минус 180, отлично. Так, 4 альфа, это 270. Так, и сколько же это будет у меня? 270 разделить на 4. 67 с половиной градусов. Ребята, оказывается, что есть два претендента. Ну, на самом деле, конечно, один из них в этом случае лучше. Давайте, кстати, посмотрим, какой лучше. Когда берешь вот эту вот функцию, от 2 альфа минус 90, альфа составляешь 54, то это получается 18 градусов. А когда здесь берешь функцию 3 альфа минус 60, так, от 3 альфа, сейчас, 3 на 67 с половиной, по-моему, это будет больше. Давайте я запишу. 3 умножить на 67 с миной минус 60. Вот 202 и 1 до 3, и 1 до 2. Так, почему минус 60? Минус 180. Минус 180. Это будет так, будет 180 минус 180, а здесь будет 22 с половиной. Да. Вот, вот эта точка чуть-чуть выше. Она на уровне 22 с половиной, вот, а там точка была на уровне 18 градусов. Ну, отличие не такое большое. Господа, вы видите, что разные модели ведут к разным ответам. Какие здесь ответы? 54, 54, 72. Такой ответ есть в статье. Дальше, 67 с половиной, 67 с половиной. Кстати, при вершине тогда угол, это 45. Такой ответ в статье тоже есть. А вот, господа, еще один ответ я не получил. Давайте-ка я вам его сейчас... Альфа угол при основании. При этом альфа больше, чем бета. Это то, что у нас, собственно, и было. Альфа больше, чем бета. И мы интересуемся такой величиной. Максимум. Когда альфа меньше, чем бета. При этом, разумеется, альфа, это 180 минус бета пополам, да? Это понятно. Надо разобрать ситуацию, когда угол при основании больше угла при вершине. И когда в качестве функции мы рассматриваем минимум из бета и альфа, и надо понять, как это выглядит на картине. Рассматриваем равноведренный треугольник, у которого угол при вершине меньше 2. Альфа больше, чем бета, альфа больше, чем бета, альфа больше, чем бета. И нас интересуют две величины. Бета и альфа минус бета. Видно, что рисовать графики полезно. То, что есть такая штука, как ось абстрис. Все знают? То, что есть место вдоль рядов и есть номер рядов. Это понятно? Да. Отлично. Вот вдоль, то есть то, что передо мной слева направо, это называется абстрис. То, что поперек, называется? Ордината. Ордината. А то, что вверх? Апликата. Апликата. Горизонтальная ось называется ось абстрис. То, что под 90 градусом, называется ось ординат. А то, что по вертикали, называется ось абстрис. Кстати, слово абстрис на самом деле не такое, что для вас неизвестно. Может быть, слышали, как будет по администрации, программа приложения? Апликейшн. Помните? Апликейшн. Знаете такое слово? Да. Там, сопустили приложение в компьютер. Есть такое? Да. Вот. Что такое apply? Приложить. Да? Применить. Ребята, это очень простая вещь. Представьте себе, у вас есть чертеж какого-то здания. Какие-нибудь просто бумаги для того, чтобы строить. Как самым естественным образом это выглядит? Очень просто. План фундамента. План подвала. План любого этажа. План первого этажа. Понятно? Да. Второго, третьего, ну, там, с другим этажей, там, крыша. И, разумеется, у вас на каждом из этих планов, на каждом из этих чертежей будет написано, приложено к этому самому плану, какая высота. Поэтому, если вы представляете себе, что все у вас по уровню, есть самый нулевой уровень, первый, второй, второй, то у вас, разумеется, есть координаты, которые указывают, что же это сейчас за уровень. Отлично. К счастью, у меня сейчас задача даже в пространстве. Поэтому я имею право рисовать не в пространстве, а могу представить себе, что у меня всего две оси. Поэтому я рисую просто четко их в 90-м этаж. Вот это называется ось ординат. Ось ординат – это ось абстинс. Ольга Алексеевич, ответ, бета до 36? Да, конечно. Конечно, конечно. Я сейчас начну рисовать все эти графики. Что у меня здесь главное? Бета меньше, чем альфа. Пишу. 180 минус бета пополам – это у меня альфа. Я буду все выражать через бета. По горизонтальной оси я отражу угол бета. Отлично. В таком случае бета меньше альфа. Бета меньше, чем 180 минус бета. Отлично. 2 бета меньше, чем 180 минус бета. 3 бета меньше, чем 180. Бета меньше, чем 60. Вот здесь у нас 60 градусов. Бета больше нуля, меньше 60. Сейчас надо нарисовать графики. Во-первых, просто… Здесь я буду писать у, да? График у равно бета. Это просто прямая. У равно бета. Здесь вот у меня 60 градусов. Мне кажется, что абсолютно все должно быть понятно. Следующий график – это альфа минус бета. Что такое альфа минус бета? Это нужно от 180 минус бета пополам отнять бета. То есть это будет на самом деле 90 минус 3 вторых бета. Господа, как рисуют график любой функции? Точек просто. Чтобы нарисовать прямую, у нас же здесь линейная, достаточно две точки. Если бы функция была сложнее, потребовалось бы больше точек. Потребовались бы какие-то более хитрые приемы. Но если функция линейная, всего две точки позволяют найти график. Самое простое здесь. Подставить вместо бета 0 – это будет 90 градусов. Это вот где-то здесь точка 90 градусов. Подставить вместо бета 60 – это будет 0. Вот эти две точки, через них надо провести прямую. Показываю ту самую линию. Смотрите, пожалуйста, вот график. Минимум из двух функций. В каждой точке надо взять ту из величин, которая меньше. Вот он график. А теперь вопрос. В какой точке этот минимум будет самым большим? Вершились. Сточник пересечения. Значит, для того, чтобы найти эту точку, я должен решить понятно, какое уравнение. 90 минус 3 в 2 бета равняется бета. Ну как это проще всего решить? Умножить на 2, получится 180 минус 3 бета равно 2 бета. То есть 5 бета – это 180 градусов. Бета – 36. Ну, я подставлю сюда. От 180 надо отнять 36, будет 144. Пополам изделить – 72 градусов. Ребята, между прочим, это тоже описание надознанимых треугольников. Треугольник с углами 36, 72, 72 – это кусочек правильного десятиугольника. Объясняю. Если я беру одну часть и делю ее на 10 равных частей, не на 12, чтобы получились часы, а на 10. В таком случае у меня, разумеется, здесь получается 10-я часть на 360, то есть 36, а здесь 72. Десятая часть, вот, вот так получается. Пока все понятно?